Самые глупые породы собак в мире – топ-10. Глупых собак не бывает. Эти хищники прошли длительный путь эволюционного развития и поэтому обладают сообразительностью, памятью. Именно псы стали первыми животными, прирученными человеком, что говорит об их уме. Рядом с хозяином безопасно, кроме того, он всегда готов обеспечить кормом. Однако есть определенные породы, которые несколько менее интеллектуально одарены, чем другие. ТОП-10 наименее умных пород собак. Самые глупые породы собак – это нелестный эпитет и обидный рейтинг. Вернее было бы говорить о том, что определенные породы менее сообразительны, чем прочие. Они менее послушны, не способны запоминать и выполнять даже самые простые команды. Часто сами собаки умны, однако из-за невнимательного отношения владельца и отсутствия должного воспитания они производят впечатление неуправляемых и капризных. Пекинес из-за своего упрямства часто возглавляет всевозможные рейтинги глупцов собачьего мира. Пекинес. Второе название породы собак – пекинская собака-лев. Родиной этих маленьких собачек является Китай, где они почитались и были важнейшим элементом жизни королевского двора. Оригинальная привлекательная внешность – основная причина того, что представители породы быстро заслужили популярность во всем мире. Однако именно Пекинес возглавляет рейтинг самых глупых собак из-за своего поразительного упрямства. Представителя породы сложно заставить выполнять команду, он своенравен, ленив. Часто делает вид, что не слышит владельца, хотя на самом деле попросту игнорирует его. Бульдог. Бульдогов принято считать умными и сообразительными собаками. Но они флегматичны и ленивы, крайне неохотно проходят курс обучения, не любят выполнять команды владельца. Поэтому несправедливо заслужили прозвище глуповатых. Пассивные псы не стремятся проводить время на свежем воздухе, предпочитая диван или удобные колени хозяев. Единственная функция, которую может выполнять этот питомец, быть компаньоном. Охранять жилище или стадо, помогать на охоте или служить он не сможет, поэтому не стоит ожидать от собаки особых успехов. Но как компаньоны бульдоги действительно хороши. Они отлично уживаются с детьми и взрослыми, не требуют за собой особенного ухода, миролюбивы и добродушны. Обратите внимание. Если упрямство и пассивность бульдога не пугают потенциального владельца, то дружба человека и собаки может продлиться долгие годы. Флегматичность и лень бульдога заставили некоторых усомниться в их умственных способностях. Бладхаунд. Причина, по которой этот породистый пес вошел в рейтинг глупцов, проста, он невероятно упрям. Собаку совершенно не интересует дрессура и выполнение команд, она готова резвиться и играть сутки напролет, совершенно не обращая внимание на потребности хозяев. Именно поэтому Бладхаунд – это очень глупая собака, по мнению многих. Обратите внимание. Это активный, динамичный собак, которые нуждаются в свободном месте и возможности побегать. Содержание в условиях квартиры – отличная возможность узнать самые негативные качества Бладхаунда. Чао-чао. Собака-медведь, обладательница золотистого меха и синего языка также не блещет интеллектом. Она в состоянии освоить несколько базовых команд, нередко наилучшим образом показывает себя на выставках. Но к выполнению сложных поручений не способна. Аристократичный горделивый пес ни за что не принесет брошенную хозяинам палку или фризби, его интересы не распространяются на преодоление. Препятствия изучения сложных трасс. Изначальное предназначение Чао-чао – сторожевая деятельность, но из-за упрямого неуживчивого характера и неготовности подчиняться. Приказанием хозяина хорошие сторожи из представителей породы не получаются. Обратите внимание. Многие хотят стать хозяином этого очаровательного создания, но Чао-чао подходит только для опытных кинологов с железной рукой. Исключительно они смогут как следует воспитать и социализировать собаку. Красавцы Чао-чао не отличаются послушным нравом. Басит Хаунд. Пес с удивительно грустными глазами и свисающими вниз ушами часто является участником топов самых интеллектуально бедных собак. Причина проста – медлительность животного, которое в ряде случаев ошибочно признается за глупость. На самом деле Басит с первого раза понимает, что от него хотят. Но детально продумывает, как лучше выполнить требуемую команду. Время идет, нетерпеливый владелец начинает нервничать и сомневаться в сообразительности питомца, а тот все еще принимает решение. Представители породы флегматичны, поэтому станут замечательными компаньонами пожилым людям. Для активной молодежи такой питомец нежелателен, поскольку разница темпераментов и образа жизни будут причиной недопонимания. Афганская борзая. Самые тупые собаки – вот нелестное прозвище, которое заслужили эти элегантные подтянутые животные. Причина проста – они упрямы. Борзые на генетическом уровне привыкли к самостоятельности, поэтому давать лапу по первому требованию владельца для них бессмысленно и оскорбительно. Тем, кто заводит борзых исключительно для охоты, они кажутся воплощением ума и сообразительности. Обратите внимание, если же цель приобретения щенка – получить живую игрушку, безропотную и безотказную, то стоит обратить внимание на другую породу. Представители борзых не станут делать то, в чем не видят смысла. Ши Тэ Цэ У. Это очаровательный пушистый песик, прибывший из Китая и быстро заслуживший любовь кинологов всего мира. Однако содержание представителя породы сопряжено с трудностями. Только ранняя социализация и строгая дрессура смогут сделать из Ши Тэ Цэ У нормального домашнего питомца. Если упустить бразды правления, то велик риск, что животное станет неуправляемым. Именно поэтому таких собачек не стоит заводить в следующих случаях. При отсутствии опыта. Если нет свободного времени на дрессуру и социализацию. Если нет уверенности в собственных силах. Собаку нельзя назвать глупой в прямом смысле слова, но по собачьим меркам до хотя бы среднего значения интеллекта ей далеко из-за. Ярко выраженного упрямства. Животное изначально воспринимает хозяина как равного, кроме того, очень плохо уживается с детьми, может укусить или больно цапнуть. Совершенно не заботясь о последствиях. Английский бульдог. Еще один флегматичный ленивец, попавший в список из-за своей поразительной пассивности и нежелания ничего делать. Этот добродушный уволень не отличается изяществом, не стремится к активным играм, предпочитает спокойный отдых на своем лежаке. Крайне неохотно выполняет команды, к собачьим игрушкам совершенно равнодушен. Именно поэтому его интеллектуальные способности были поставлены под сомнение. Однако животное души не чает в своем хозяине и никогда не простит ему разлуку. Нельзя заводить бульдога тем, кто не уверен, что 15-18 лет смогут быть ему другом. Русская псовая борзая Как и представители породы хаски, эти животные стали именоваться глупыми из-за своего сильного характера и нежелания подчиняться. В дикой природе эти черты хищников пошли бы им на руку, однако для человека они говорят о том, что интеллект питомца развит недостаточно. Как и афганская русская псовая борзая непокорна и своенравна, отчего не считается умной собакой. Псовые борзые не будут безропотно. Выполнять команды, ненавидят дрессировку, требуют к себе особого подхода. Они не будут несколько раз повторять одинаковое действие. Именно поэтому и возникли слухи о их тупости. Обратите внимание. Для борзых нужен опытный хозяин, готовый применять нестандартный подход и превратить тренировку в увлекательную игру. Применять в отношении собаки физическое насилие недопустимо. Бигль. Крошка Бигль – это самая тупая собака в мире, как уверены некоторые. Невоспитанный щенок быстро превращается в гипердинамичного неуправляемого пса, который не считает нужным слушаться хозяина. Выход прост – воспитывать собаку буквально с первого дня или отказаться от породы в пользу более спокойной и покорной. Проверка интеллектуальных способностей любимца. Есть несколько методик, позволяющих оценить уровень интеллекта собаки. Самый простой и надежный вариант – пройти с любимцем тест. Во время прохождения псу предстоит выполнить четыре задания, а хозяину – зафиксировать результат. Первое. Владелец прячет под покрывало любимое собакой лакомство. Задача испытуемого – найти его. Далее происходит начисление баллов. Три. На поиск ушло меньше полминуты. Два. Пес нашел свое угощение за 30-60 секунд. Один. Потребовалось более минуты. Ноль. Животное не захотело принимать участие в поисках. Второе. Лакомство владелец помещает под невысокую кровать и предлагает животному его найти. Баллы начисляются так. Три. Пес достал сладость за две минуты и быстрее. Два. Потребовалось от двух до трех минут. Один. Более длительное время. Ноль. Не было сделано попыток достать желаемое или все они завершились неудачей, после чего собака смирилась. Собака, которая любой ценой пытается добыть лакомство из труднодоступного места, безусловно, заслуживает уважения. Третье. Накинуть на голову питомца халат или рубашку и проследить, сколько времени он потратит на то, чтобы освободиться. Баллы. Три за полминуты. Два. От полминуты до двух минут. Один. Не получилось, несмотря на старания. Ноль. Пес даже не попытался. Четвертое. Хозяин берет три миски, в одну из них кладет лакомство. Задача питомца – найти, в какой именно лежит вкуснятина. Баллы. Три. Сразу подошел к нужной миске. Два. Разбирался минуту. Один. Нашел угощение за одну-две минуты. Ноль. Не удалось найти сладость. Далее производится подсчет суммы баллов. Результаты выглядят следующим образом. Двенадцать, десять баллов, очень умное животное. Десять, восемь, у собаки неплохой интеллектуальный потенциал. Семь, четыре, средний уровень. Три, один. Для этой собаки характерно гиперболизированное упрямство. Возможно, что хозяин уделяет ей недостаточно времени. Ноль собака невоспитана, ей никто не занимается. То, что собака входит в рейтинг глупых, еще не говорит о том, что она не сможет стать верным другом. Важно помнить, что глупых а. Тем более тупых собак не бывает. Некоторые породы в силу своих особенностей, менее других послушные чаще проявляют упрямство. Это и стало причиной незаслуженной репутации. Однако такие рейтинги полезны для потенциальных владельцев. Включенные в них породы собак, сложно социализируемые, поэтому подходят только для опытных. Продолжение следует...